Здравствуйте дорогие друзья! На этот раз у нас получился такой довольно необычный обзорчик. Итак, ну с самого начала. Мне надо было подобрать какой-то такой небольшой подарочек для моего племянника, которому 8 лет. В общем-то долго искал что подарить, но одной из оригинальных вещей, которых я нашел в сети салонных сотовой связи, был вот такой вот вертолетик с пультом управления. Пульт управления на инфракрасных лучах. Значит, что у нас было в комплекте этого вертолетика? Ну, во-первых, это у нас сам пульт управления. Расскажу чуть-чуть попозже, какие клавиши за что отвечают. Инструкция по эксплуатации. И непосредственно сам наш вертолетик. Ну и, что немаловажно, у нас в комплекте шло две лопасти. Ну или вот одна целая такая. Итак, значит, на выбор у нас было три вертолета, три вида вертолета. Значит, первое это Apache, второе это Bird и Bell. В принципе, все они выглядят довольно-таки неплохо, красиво. И светятся, много светодиодов на них находится. Вот. Коробочка довольно-таки простая, к сожалению, сейчас не уместится у вас. Вот примерно вот такая вот коробка. Вот. В ней все нормально помещается. И все это лежит в пластиковой упаковке. Ну, далее. Значит, что у нас представляет из себя... Вначале вот я о пульте управления скажу. Пульт управления. Ну, довольно-таки стандартный пластик, довольно прочный, хорошо сделанный. Сзади у нас находится отсек для батареек. Как вы видите, их тут довольно-таки много. Так что, примите это к сведению, что вам придется помимо этого вертолетика покупать еще вот столько количества батареек. Ну, это как бы, я думаю, что не проблема. Далее. Значит, клавиши управления. Значит, с левой стороны это вниз-вверх, соответственно. А это клавиши управления, значит, вправо-лево, назад-вперед. А, П, С, это переключение каналов радиосвязи. В тех случаях, если вы, например, приобрели два одинаковых или три одинаковых вертолетика. Эта клавиша отвечает за повороты, резкие развороты вертолетика. Ну, типа, как такая небольшая фича. Вот здесь у нас находится включение питания нашего непосредственно системы, нашей системы управления. Вот. О чем нам индицируют вот этот красненький светодиодик. Вы меня спросите, а как же вертолетик будет заряжаться у нас? От чего, на чем летать? Значит, в этом случае предусмотрена зарядка. Значит, открываем маленький отсек. И здесь у нас находится вот такое вот зарядное устройство. Потом я покажу, куда оно вставляется в сам вертолетик. Вот такая вот система управления. Ну, в данном случае вот три инфракрасных стоят диода. Вот. Они у нас будут отвечать за управление. За передачу сигнала, вернее. Пластик нормальный, хорошо держится в руках. В принципе, нареканий это вот у нас, так понимаю, просто как муляж какой-то. Вот. Держится в руках довольно-таки уверенно. И так относительно тяжеловато. Итак, поехали дальше. Инструкция. Ну, в инструкцию обязательно загляните. Полезную информацию много найдете. Она у нас на русском языке. Так что почитайте в обязательном порядке. Вот. Что да как. Ну, а теперь самое главное, интересно. Вот такой вертолетик у нас идет в комплекте. Сейчас я вам, ну, даже сравню с сотовыми телефонами. Ну, например, с нашим любимым Самсунгом. Так что вот смотрите, видите, размеры довольно-таки маленькие. И вертолетик маленький. Можно вот с таким вот сравнить. Ну, примерно размер поняли. Тут главное, хотя бы примерно посмотреть, как его. Потому что, честно говоря, на коробке он выглядел гораздо больше. Итак, значит, что у нас из себя представляет вертолетик. Вы простите меня за то, что я, может быть, неправильно буду называть какие-то там детали вертолетов, техники. Я, честно говоря, в этом не разбираюсь. Поэтому сразу прошу прощения. Итак, значит, сделан из довольно уродливого пластика. Особенно вот эти шасси, на которых даже остались следы того, что оно было у нас напечатано десятой или сотой копией. То есть у нас вот здесь вот еще и торчали такие отростки здесь, которые пришлось отломить. Короче, пластик здесь довольно-таки убогий, покрашено убого. Ну, короче, сделано довольно коряво. Вот. Двигатель у нас здесь вот расположен примерно вот в этой части. Раскручивает у нас вот это колесико. И у нас лопасти начинают двигаться. Лопасти они у нас вот так вот распрямляются потом. И все у нас становится нормально. Вот. Сразу вам скажу, что будьте аккуратны дома. Если у вас есть какие-то углы какие-то острые там или еще что-то, разобьете вертолетик. Уж насколько я хорошо на нем летал в кавычках. Но, тем не менее, как вы можете видеть, вот уже отломал себе лопасть кусочек. Вот. А это я полетал всего минут 20-25. Вот. Поэтому... Это я его еще и вытер, между прочим. Потому что... Пока летал в кавычках, я его куда только не уронил. Так что... Будьте внимательны. В обязательном порядке смотрите, чтобы у вас крутились все лопасти, верхний и нижний. И в обязательном порядке смотрите, чтобы у вас крутилась вот эта задняя лопасть. Задний винт вот этот вот. Потому что это винт. Это настоящий винт. То есть там... Мы-то думали, это просто заглушка там или еще что-то. Муляж. Вот. На самом деле это винт. Вот. Расположение... Светодиодиков тут целая куча. Честно говоря, я бы их отключил и питания бы больше было. Вот, например, вот тут вот стоит светодиодик. Вон там внутри, но вы сейчас увидите. Так что их там целая куча. По системе управления вам сразу скажу, чтобы вы поняли, как он управляется. Значит, управляется он довольно-таки легко. Мы включаем питание здесь. Мы включаем питание на боковой части вертолетика. Ну, это смотря какой вертолет, у каждого по-разному. Вот. Он офф. И тут же у нас стоит маленький разъемчик для подключения заряда аккумулятора. Аккумулятор у нас встроен внутрь. Вот. Хватает его примерно на 10 минут в среднем. Вот. Высовываете отсюда вот этот шнур маленький, подсоединяется, включаете, и у нас идет заряд. Заряд примерно длится минут 15-20. Итак, система управления, чтобы было сразу понятно. Значит, мы можем его включить. Даже вот загорелось у нас. И включаем наш вертолетик. Как вы видите, целая куча всего там у нас загорелось. Светодиодов целая туча. Вот. Система управления довольно-таки простая, но одновременно и сложная. В данном случае это у нас разгон будет. То есть, раскрутка винта. Вот видите, наверх. Чем сильнее мы жмем, тем сильнее крутятся винты. Одновременно, вернее, не одновременно, а после того, как вы нажали на разгон, вы можете уже начинать управлять. Так она не крутится. Это управление задним винтом. Вот это вот. То есть, это вперед-назад, вправо-влево повернуть. Сразу скажу, что не всегда они сцентрированы, поэтому могут заносить в какую-то сторону. Поэтому мне приходилось выравнивать его постоянно. Ну, вот так вот примерно у нас и будет действовать. Мы постепенно нажимаем, 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 и он у нас начинает взлетать. Вот. А этой частью мы управляем вправо-влево, вверх-вниз. Вернее, вперед-назад. Вот. Примерно вот так. Расстояние где-то, ну, на метров, наверное, 50 его хватает. Управляемость довольно-таки простая. Максимум взлетает, на сколько он? Ну, примерно тоже метров на 15. Он взлетит, наверное, все-таки. Хватает полета чистого где-то минут... Ну, на 10, на 7, но он хватает. Потом заряжаемся. Вот. Я опять. Ну, вот, смотрите, вот мы... Опа, и улетел уже вправо. Так что вот такая вот интересная игрушка. Вот так вот она летает у нас. Вот. Опа, будьте внимательны, чтобы не поломать все лопасти, хоть они и пластиковые, но ломаются довольно-таки быстро. И бьется все быстро. Я думаю, что подарочек для маленького, ну, небольшого ребенка будет самое то. Даже я игрался целый день. Всем спасибо, до свидания, если что, пишите.